Приветствую всех любителей резать на нашем канале. Сегодня мы с вами более подробно поговорим про нож XSET от компании Microtec. С этим ножом мы с вами уже познакомились в последнем видео ушедшего 2020 года про новинки от компании Microtec, которые поступили в магазин резать рук. Кто не видел, кому интересно, всплывашечка будет вот здесь. Обязательно посмотрите. Ну и давайте уже говорить про сам нож. Для начала сразу же отмечу, ну или для кого-то, наверное, повторюсь, что данный предмет по факту это нож-не нож. Компания Microtec позиционирует этот предмет еще и как зажим для денег с функцией ножа или нож с функцией зажима для денег, кому как удобнее. И честно сказать, что нож такой очень уж в себе. Да даже не нож, а в целом вот этот весь предмет, он очень сильно в себе. И я уже говорил в видео про новинки от Microtec, то что данный предмет, скорее всего, будет интересен, ну только тем, кто очень любит компанию Microtec, кто фанатеет от этого бренда. И, в общем-то, пожалуй, все. Ну и исключением не будут те, кто просто любит всякие вот эти мужские игрушки, всякие вот эти фиджеты, которые можно покрутить в руках, посидеть, пощелкать, пооткрывать, позакрывать. Вот это все. То есть люди, которые просто увлечены подобными предметами. Да, это, в общем-то, классическая история для компании Microtec. Это фронталка. Фронталка небольшая, можете видеть, но достаточно широкая. И в целом, конечно, габариты – это то, что бросается в глаза, ну вот сразу, когда вы видите этот предмет. Ибо предмет небольшой, достаточно тонкий, достаточно легкий. Ну, об этом мы с вами сейчас еще поговорим. Сразу хочется провести небольшой следственный эксперимент. Если уж мы с вами говорим о том, что это все-таки зажим для денег, есть у меня тут N-ная сумма, давайте посмотрим, как это будет выглядеть и как это вообще будет там держаться. Ну, честно сказать, учитывая, что клипса здесь широкая, держится все очень неплохо, но есть, как всегда, одно «но». Клипса здесь у нас с вами очень и очень мягкая. Это вы сейчас увидите, когда я ее отогну. Ну, видите, что отгибается она вообще без каких-либо проблем. И, в общем-то, все оттуда совершенно спокойно выпадает. Вот так вот видно, насколько мягкая клипса. И, в принципе, такое хранение или ношение денег, честно, назвать удобным не могу. Но, тем не менее, можно, наверное, делать вот таким образом. То есть, сложенные купюры пополам зажимать вот так, как-то это еще подворачивать. Ну, не знаю, друзья, решайте сами, надо оно или нет. Ибо, все-таки, на мой взгляд, подобные предметы созданы немножко все-таки не для того. Мы уже с вами видели Ultra XR от компании SOC. В принципе, это вот тот же самый форм-фактор, да, именно в плане габаритов. Но, все-таки, там это нож мануальный, здесь же это нож автоматический. Изначально данный предмет, как я уже говорил в видео про новинки, выпускался с кинжальным клинком с обоюдоострой заточкой. И, так как длина данного клинка 50 мм, данный нож, к сожалению, сертификацию в России не проходит по ГОСТам. Но, тем не менее, должны вы, наверное, знать, что подобный предмет в мире есть. Когда компания Microtec выпустила данный нож с клинком формы Tante, как у нас с вами сегодня на обзоре, честно, начались такие не очень приятные споры, в плане того, что, все-таки, учитывая форму рукояти, как можете видеть, здесь такое вот присутствует небольшое навершие, то кинжальный клинок, он максимально полно дополнял вот общую картину. То есть, он максимально приятно вписывался в общий вот этот концепт. Плюс, не было никакого отверстия в клинке, и, в общем-то, клин выглядел, ну, как будто рукоять строили именно вокруг клинка. Здесь же ситуация немножко другая. Как я уже сказал, когда этот нож появился именно вот с формой Tante, очень много споров началось вокруг него. Ну, вообще, нужно сказать, что предмет достаточно спорный, предмет достаточно неоднозначный, как я уже сказал, очень сильно в себе. И, действительно, здесь, конечно, присутствует некая диспропорция в соотношении длины клинка к рукояти, именно визуальная. Мы, как и Руслан Киасов периодически говорит, и, в общем-то, мы с вами прекрасно это знаем, что рукоять в ножах с фронтальным выбросом является всегда доминантой. И единственный нож, наверное, который я могу вспомнить, это Троян от мастерской механика Титова, тоже с кинжальной формой клинка, где такого эффекта визуально практически не создается. И вот, когда появилась версия с Tante, много было разговоров, много всяких споров на эту тему. Многие считают эту версию не очень удачной. Хотя, честно, не могу с этим согласиться, так как всё-таки кинжальная форма и форма Tante имеют абсолютно разные назначения. Те, кто любит кинжалы, прекрасно знают, что мало каким кинжалом можно что-то нормально порезать, построгать. Те, кто знают, как выглядят кинжалы от компании Майкротек, прекрасно понимают, как это вообще устроено. Ну и, соответственно, для Tante всё-таки как-то можно найти задач побольше. Но тут же сразу отвечу вам, наверное, на вопрос. Нет, я не сошёл с ума. И, действительно, вот под этот небольшой клиночек можно найти определённые задачи. Ну, в первую очередь, конечно, это, скорее всего, задачи какие-то, будь то вскрыть упаковку, открыть коробку. И вот это вот всё, что связано с какими-то мелкими именно бытовыми задачами. Лично для себя я этот нож, конечно, рассматриваю как вещь фановую. В первую очередь, потому что, действительно, это очень приятный, знакомый до боли Майкротек с характерным звуком. С характерной механикой, ибо всё это абсолютно узнаваемо. Даже если вы возьмёте этот нож в руки с закрытыми глазами, то, думаю, что по механике, по звуку вы этот нож, конечно же, узнаете. Ну и тут, конечно, нужно сказать про механику, друзья. Да, механика здесь абсолютно Майкротековская, механика здесь абсолютно узнаваемая, так же, как и вот этот самый звук. Но всё-таки есть здесь небольшая отличительная черта от ножей, скажем так, старших версий, старших моделей. Здесь клин выбрасывается менее предсказуемо, нежели на Ультратеках, нежели на UTX, нежели на Трудонах и так далее, и так далее, и так далее. У этого ножа нету вот этого самого момента, когда ты тянешь кнопку и понимаешь то, что вот ровно здесь, ровно сейчас произойдёт выброс. То есть, есть ощущение того, что всё-таки кнопку нужно протянуть ещё чуть-чуть подальше, что ещё чуть-чуть можно добавить усилия. Но нет, клинок выстреливает, можете видеть, на какой позиции. То есть, примерно это происходит у нас с вами вот в таком положении. Ну, и, конечно, про отдачу, про вибрации в этом ноже тоже нужно сказать, ибо их здесь практически нет. Опять же, это связано с габаритами, опять же, это связано с тем, что клин ещё при этом достаточно плоский и широкий. И здесь, как можете видеть, подгонка вообще практически минимально осуществлена. То есть, здесь люфт присутствует у нас с вами вперёд для того, чтобы клинок успевал вставать на стопоры, а не же лейнера внутри. Но вот привычного нам люфта вот этого практически, ну, не то что нет, но он существенно меньше, нежели у того же самого Ультратека, УТХ, 85-го, 70-го и так далее, так далее, так далее. Общей длины у нас с вами здесь 143 миллиметра, длины в сложенном состоянии 89 миллиметров и длины клинка, как я уже сказал, 50 миллиметров. Также вначале я отметил, что нож достаточно лёгкий. Давайте мы с вами посмотрим, сколько же он у нас с вами весит, ибо веса здесь действительно очень и очень немного. И по весу мы с вами видим 85, ну, считайте, с половиной грамм. Учитывая материалы, из которых нож сделан, а это у нас с вами алюминиевая рукоять, это у нас CTS XHP на клинке, плюс алюминиевая кнопка, плюс такая вот массивная, но тонкая клипса, плюс ещё у нас есть вот такой вот тыльник на рукояти, который прикручен на фирменных винтах, то 85 грамм для такого ножа, в принципе, наверное, является оптимальным весом, даже, я бы, наверное, сказал максимально допустимым. По ширине рукояти я уже показывал в предыдущем видео, покажу и сейчас, что нож действительно широкий, и ширины рукояти у нас с вами здесь 37 миллиметров, то есть без малого 4 сантиметра. Но при этом по толщине рукояти у нас с вами всего-навсего здесь, можете видеть, ну, практически 9 миллиметров. Что нужно ещё отметить? То, что, конечно же, это не самая эргономичная вещь в мире, это далеко не самый эргономичный Майкротек. Нож квадратный такой, весь из себя, весь какой-то немножко угловатый, да, хоть здесь грани, конечно, и зализаны, но, тем не менее, всё-таки какого-то особого удержания здесь, в принципе, нет. Молоточным хватом, в принципе, достаточно неплохо, но обхватить этот нож, как вы можете видеть, опять же, сложновато. Плюс кнопка начинает упираться вот в это самое место в ладони, и вот дискомфорт определённый создаётся. При том, что клипса в ладони не чувствуется от слова совсем. Ну, кто не помнит, напомню, у меня ладонь средняя, у кого ладонь крупнее, возможно, наши с вами ощущения будут отличаться. По толщине клинка, я уже сказал, что клин здесь небольшой, и плюс он ещё и тонкий. Давайте с вами посмотрим, мы уже замеряли в предыдущем видео толщину, здесь должно быть порядка полутора миллиметров, да, где-то 1,6-1,5 толщины клинка здесь всего. Ну, и давайте попробуем посмотреть на сведение, что же здесь с ним. По сведению в средней части, можете видеть, здесь 0,2, ближе к 0,3, и ближе к кончику у нас с вами здесь получится порядка 0,35. Что делать этим ножом? Честно сказать не могу, наверное, действительно играться, ну, хотя это вопрос, опять же, к фанатам компании Майкротек. И вот, кстати, друзья, сейчас повернул нож на себя и вспомнил такой маленький момент, о котором очень хотел сказать, что наконец-то компания Майкротек сделала полноценное темлячное отверстие. Надеюсь, что когда-нибудь мы его с вами увидим на каких-нибудь новых ножах от компании Майкротек, чтобы можно было повесить уже нормально свой темлячок, свою любимую бусину и, соответственно, получать еще больше удовольствия от ножа. Знаю, что многие напишут, что это вообще очень странный предмет и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, воспринимайте это все как настоящие такие мужские игрушки с харизмой, с характером, называйте как хотите. А я с вами на сегодня прощаюсь, всем спасибо за просмотр, всем пока!